Просто натрите 2 кабачка. Кабачки вкуснее мяса. Сохраняйте скорее рецепт, это лучше, чем чебуреки. Такой вкуснятина из кабачков я еще не готовила. Итак, для начала давайте приготовим тесто. Тесто абсолютно шикарное. В миску просеиваю 500 грамм муки, добавляю чайную ложечку соли и перемешиваю. Теперь мне понадобится 300 мл кипятка. Я закипятила чайник, отмеряю кипяток и вливаю кипяток прямо в муку. Друзья, напишите пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас, потому что с каждым днем вас становится все больше и я этому просто несказанно рада и счастлива. Пишите мне любые комментарии, мне очень приятно ваша обратная связь. Добавляю 2 столовых ложки растительного масла и все хорошо перемешиваю сначала при помощи вилочки, а потом замесим тесто руками. Просто сейчас оно еще довольно горячее, все-таки кипяток, не шутка. И когда тесто немножечко остынет, станет возможно взять его в руки. Мы его домесим с вами, можно сделать это в миске, но я люблю работать с тестом, поэтому домешу его на столе. С ним очень приятно работать. Месим тесто буквально в течение 5 минут, этого будет достаточно. Также вы можете воспользоваться комбайном и вымесить тесто при помощи насадки крюк в обычном кухонном комбайне. Посмотрите, вот такое оно мягкое получается. Беру его в руки и оно еще тепленькое. Все уже готово. И теперь берем обычный целлофановый пакетик, кладем в него тесто и оставим буквально на 10-15 минут. Пусть оно полежит, отдохнет и клейковина в нем набухнет. Оно станет эластичным и будет очень классно раскатываться. Теперь приступим к начинке. Начинка у нас сегодня просто шикарная. Беру 3 кабачка. Кабачки у меня небольшого размера. Каждый кабачок весом примерно 500-600 грамм. Отрезаю кабачков кончики и натираю их на крупной терочке. Друзья, а вы знаете, что самый крупный кабачок, когда-либо выращенный, весил 61 килограмм? Этот мировой рекорд был установлен в 1998 году. Все, мы натерли кабачки. Отправляем кабачки в миску. Добавляю к кабачкам немного соли. Вот так вот перемешаем. И оставлю тоже минут на 10, чтобы кабачки пустили сок. Тем временем беру 2-3 клетчатых луковицы. Очищаю от шелухи. И нарезаю лук полукольцами. Можете нарезать четверть кольцами. Вот таким вот образом. Дорогие мои, а вы тоже плачете, когда режете лук? Поделитесь в комментариях. Теперь беру сковороду, ставлю на огонь и разогреваю сковороду с растительным маслом. В горячее масло отправляю лук. Немножко соли и перчику не помешает. Обжариваю лук до золотистого цвета буквально в течение 5 минут. И вернемся к нашим кабачкам. Кабачки уже постояли и из них выделился сок. Теперь нам нужно хорошо отжать кабачки от лишнего сока. Беру горсть кабачков. Отжимаю сок. Посмотрите, сколько много кабачкового сока. Вы можете этот сок не выливать, а использовать для приготовления каких-то других блюд. Потому что он очень полезный. В кабачковом соке содержится очень много витаминов. Безусловно, как и в самих кабачках. Добавляю мякоть кабачков к жареному луку. Все хорошо перемешиваю. И обжарим кабачки с луком в течение 5 минут. Пучок зеленого лука меленько нарезаю. Также вместе с луком нарежу небольшой пучок укропа. Буквально пару веточек будет достаточно. И конечно, небольшой пучок петрушки нам тоже не помешает. Беру пару веточек петрушки и также мелко нарезаю, как и остальную зелень. Грубые стебли у петрушки и укропа нужно отрезать. Потому что они будут портить текстуру нашей начинки. Нарезаю только листики. Готово. Зелень мы нарезали. И кабачки наши тоже хорошенько уже обжарились. Добавляю к кабачкам зеленый лучок. Укропчик. И петрушечку. Вкус получится просто великолепный. Такое разнообразие зелени придаст богатый вкус начинке. И еще одна маленькая изюминка этого рецепта. Беру 100 грамм сыра и натираю на крупной терочке. Терка в принципе может быть любая. И вот такой вот твердый сыр вы можете заменить плавленым сырком. Тоже получится очень оригинально и интересно. И добавляем тертый сыр к нашим кабачкам. Сыр не только свяжет между собой все ингредиенты. Но кабачки по вкусу получатся похожими на грибы. Это тот самый случай, когда кабачки вкуснее мяса. И никто с первого раза ни за что не догадается, что это начинка из кабачков. Все готово. Наше тесто тоже отдохнуло. Посмотрите, какое оно мягкое, просто шикарное. Я беру тесто и раскатываю из него вот такой вот жгут. Теперь этот жгут делю на равные части. Разрезаю сначала пополам. Потом еще раз пополам. И в результате у нас получается 8 кусочков. То есть получится 8 чебуреков довольно-таки внушительного размера. Посмотрите, какое мягенькое, нежное тесто. Друзья, это тесто просто шикарное. Я в восторге от него. Вы можете лепить чебурекисы из этого теста с абсолютно любой начинкой. Да хоть чебуречную свою открывайте, потому что тесто действительно просто пальчики оближешь. Каждый кусочек теста я подкатываю вот в такой вот шарик. Немного округляю шарик и убираю под пищевую пленку или накрою с целлофановым пакетиком, чтобы тесто не заветрилось. Тесто будет находиться под целлофаном, пока я буду лепить чебуреки. Беру один кусочек и при помощи скалочки раскатываю вот в такую тоненькую лепешку. Лепешка получится довольно тонкой, но, конечно, не катайте до прозрачности, чтобы тесто не просвечивалось, потому что тесто должно удерживать начинку. Тесто прекрасно раскатывается, оно очень эластичное, с ним работать одно удовольствие. Вы можете подпылить его немного мукой, можете не подпыливать, смотрите по консистенции, как оно будет чувствовать себя в ваших руках. Если нужно, вы сориентируетесь и можете добавить немного муки. Кладу пару столовых ложек начинки на один край чебурека. Начинки можно положить довольно много, тесто все прекрасно выдержит. Накрываю второй половинкой теста и хорошенько пальчиками защипываем края. Хорошо-хорошо проходимся по краю, можно даже несколько раз пройтись, чтобы тесто нигде не треснуло, не лопнуло. И также вы можете воспользоваться вилочкой. Кроме того, что вилочка придаст красивый характерный рисунок, узор нашим чебурекам, так что они будут выглядеть как только что из чебуречной. Но также вилочка дополнительно зафиксирует края чебурека. И уж точно ничего не вытечет, и чебуреки останутся целенькими. Все готово. Посмотрите, какой красавчик получился. Таким же образом раскатываю еще одну лепешку. И можно уже поставить разогреваться сковороду с растительным маслом, потому что чебуреки лепятся очень быстро. Пока разогреется сковородка, мы с вами уже слепим второй чебурек. Кладем начинку. И хорошенько защипываем края. Вот так хорошенько защипали еще один чебуречек. И вилочкой прошлись по краю. Красота! Посмотрите, все делается очень быстро, просто и легко. Я уверена, что этот рецепт чебуреков с кабачковой начинкой станет вашим любимым, потому что они просто потрясающие. Удивляюсь, что я не знала этот рецепт раньше, а иначе я готовила бы его гораздо чаще. Вот такое чудо у нас получилось. Сковородка уже разогрелась. Можно начинать жарить чебуреки. Выкладываю чебуреки в горячее масло. Сначала один и следом второй. И обжариваю на среднем огне до золотистой корочки. Переворачиваю и жарю чебуречки с другой стороны. Огонь сделайте умеренный, чтобы ваши чебуреки не горели и хорошо прожарились. Начинка у нас уже готовая, поэтому нам нужно только зарумянить само тесто. Вот такая вот красота получается. А пока жарятся чебуреки, мы с вами время не теряем. Чайки пока не уходим. Приготовим еще парочку чебуреков, которые отправим на сковородку следом за первой партией. Посмотрите, ну это же просто чудо! Все уже готово! Тесто такое румяное, такое аппетитное, с пупырышками, хрустящее, а внутри очень нежная и сочная начинка из кабачков. Искренне рекомендую приготовить это шикарное блюдо из кабачков. Я уверена, что оно станет вашим любимым, потому что это действительно очень-очень вкусно. Как вы сами видите, все очень просто, шикарное тесто. Эти чебуреки лучше, чем любые лепешки и лучше, чем пицца. Такой вкуснятины я еще не готовила, честное слово. Друзья, если вам понравился этот рецепт из кабачков, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями в соцсетях. Таким образом, вы не только поделитесь с вашими любимыми вкусным блюдом из кабачков, но также сохраните его в закладках на вашей страничке и уже всегда сможете его найти, приготовить в любое время и никогда не потеряете. Потому что рецепт действительно стоящий, очень-очень вкусный, и я уверена, что он займет достойное место в вашей кулинарной тетрадке. Я неустанно повторяю, что чебуреки получились очень-очень вкусные. Только представьте, аппетитная, золотистая, хрустящая корочка. Только послушайте, как она звучит. Просто песня. А внутри нежная, сочная начинка из кабачков. Просто фантастика, друзья. Готовьте и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. А с вами была Олеся. На канале Готовим Дома. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok